Всем привет! Сегодня на моем канале ТЭКС. Слишком много информации обо мне. Я знаю, что он был очень-очень давно. Последний раз я видела подобный ролик у видеоблогеров где-то в 2014 году. Это ТЭКС. Слишком много информации обо мне. То есть, возможно, вам эта информация не очень интересна, и ответы на эти вопросы тоже, но возможно, и интересны. Так что давайте же узнаем. Поехали! Итак, первый вопрос. Что на мне сейчас одето? На мне сейчас джинсовая куртка из H&M, а также футболка из C&A. Ну а внизу пижамные штаны, которые вообще не подходят к этому одаряду, но мне всё равно. Потому что дома я не всегда запариваюсь по поводу джинсов. Так что да. Следующий вопрос. Была ли ты когда-нибудь влюблена? Я думаю, что да. Было ли у тебя ужасное расставание? Ужасного точно не было. Твой рост? Мой рост где-то метр семьдесят три, семьдесят три с половиной. Твой вес? Все девчонки пытаются примерить на себя вес другого человека, другой девушки. Но это неправильно, мы же все разные. Мне кажется, об этом говорит каждый человек, отвечая на вопрос, какой у тебя вес. Но мы все разные, ребят. Есть ли тату? У меня нет. Есть ли пирсинг? Если уши считаются, то да. Только уши. Твое OTP. OTP это либо воображаемая пара, либо пара, которая тебе нравится. То есть парень, девушка, мужчина и женщина, которые тебя вдохновляют. Эта пара тебе очень нравится. Это, скорее всего, пара из сериала «Однажды в сказке» или по оригиналу «Once upon a time». Это «Белоснежка» и «Прекрасный принц» или «Мариг Маргарет» и «Дэвид». Это прям... Если кто смотрит... Вы знаете, о чем я. Если вы не смотрели этот сериал, я вам очень его советую. Он очень классный. Следующий вопрос. Любимый сериал. Мой топ. Это «Клиника». «Шерлок Грэвити Фоллс. Однажды в сказке». Сверхъестественная. Да. Все сезоны. Я не из тех, кто разочаровался. Нет. Да. Нет. Дальше. Поехали. Следующий вопрос. Любимая группа. А именно музыкальная. Моя любимая музыкальная группа – это определённый поезд «The Fall». Если вы включите песню «Carnival of Rust», это просто, ребят. Или любую их песню. Я вам серьёзно говорю. Вы будете наслаждаться голосом солиста дни напролёт. Серьёзно. Вот моя любимая их песня – это «Carnival of Rust». Очень вам советую. Скучаешь ли ты по кому-нибудь? Да, я скучаю по своим друзьям, с которым я… Я с ними вижусь раз в месяц или несколько раз в месяц, но я реально очень скучаю по ним, потому что я серьёзно не всегда нахожу много времени на то, чтобы встретиться. Потому что я тренируюсь, и уже на сборы, и, господи, этот гриб, который меня напрягает в Москве, из-за которого я некоторые не вылезала на улицу, чисто чтобы не заболеть. Это вот другая сторона медали в жизни спортсмена. Поэтому я очень скучаю по дружечке. Честно говоря, кроме любимых музыкальных групп, у меня очень много любимых исполнителей. Я вообще, пожалуй, меломан, потому что я слушаю очень много разной музыки, абсолютно разных жанров, и каждый месяц или каждую неделю я открываю себе новый жанр, который мне очень нравится. Сколько тебе лет? Мне 18. Знак зодиака. Весы. Черты характера, которые ты ищешь в людях. Первое, это скорее в девушках. Не то чтобы чувство стиля, а некая вот опрятность и аккуратность. Если ты на опрятного человека смотришь, тебе кажется, что у него очень крутой стиль. Вот, серьёзно. На это я сразу обращаю внимание. Черта, которая мне понравится в парне, это... Что он сможет меня рассмешить? Твоя любимая фраза. Поскольку мой любимый фильм это трилогия «Властелин колец», я разобрала этот фильм буквально на цитаты, которыми я не то чтобы пользуюсь, а скорее всего они всегда в моей голове возникают, когда мне это необходимо. В наших силах решать только, что делать со временем, которое нам отпущено. Любимый актёр. Это определённо не в единственном числе. Джонни Депп, Сэр Ян Маккеллен, Мартин Фриман, Кристин Бэйл. Любимый цвет. Я скажу, что моим любимым цветом является Деним. Белый и бежевый. А точнее не бежевый, а чуть ближе к коричневому. Твои страхи. С детства я боюсь темноты. Но сейчас, конечно же, я перевариваю этот страх, потому что не всегда в нём есть что-то такое ужасное. Ну и, конечно же, страх того, что всё может закончиться. Громкая или тихая музыка? Скорее, средняя. Куда ты идёшь, когда тебе грустно? Когда мне грустно, но это не очень часто происходит. И, скорее, я никогда не бегу от своей проблемы куда-то. То есть я стараюсь её решить. А поскольку я весы, у меня настроение меняется на раз-два. То есть даже, честно говоря, не припомню, когда мне в последний раз было грустно. Как долго принимаешь душ? На самом деле очень недолго. Ну, максимум минут 20. Как долго ты собираешься по утрам? По-разному. То есть, если я на сборе, на зарядку, за... Меньше, чем за 30 минут. А когда я собираюсь в университет, навстречу... От часа и более. Когда-нибудь дралась? Нет. Ну, может, с братом? Ну, не то, чтобы у нас было такое фаталити, я не знаю. Ну, просто подрались там чуть-чуть. Что меня привлекает в людях? Я думаю, что этот вопрос поставлен именно с точки зрения внешности. Пожалуй, в парнях меня привлекает... Честно, я обращаю внимание на стрижку и на телосложение. Причина регистрации на YouTube. На YouTube я зарегистрировалась, как я и говорила, в первом своем видео, чтобы дарить вдохновение людям. И потому что мне это очень нравится. Когда ты последний раз говорила, что любишь кого-то? Поль, я тебе раз десять по дню говорю, что я тебя люблю. Люблю своего кота. Если об этом, то... Минут тридцать назад, да? Я смотрю наверх, потому что он лежит на моей кровати. Да. Отпал объяснить. Значение имени на YouTube. Катя Лебедь. Я взяла псевноним, и мне понравилось звучание такого имени. Поэтому, да, вот и оно перед вами. Да, Катя Лебедь. Когда последний раз тебя оскорбляли? Честно говоря, не припомню. Последняя вещь, оставившая тебя плакать. А, вспомнила. Недавно на университете, на предмете подвижной игры, я не смогла провести игру. И какой-то был день такой непонятный, не очень такой, ну, не очень хорошо начавшийся. И на меня вот это все навалилось. Еще преподаватели очень много требовали от меня с самого начала нашей пары. Ну, и, в общем, я не сдержалась. Но я не прямо рыдала. Я чуть-чуть, мне как бы глаза на мокром месте были. И я, как бы, постаралась сфокусироваться. И на это ушло некоторое время. Еще я чувствовала себя очень неловко, что я стояла. Просто молчала. Потому что, если бы я начинала говорить, я бы точно расплакалась. Но я не очень часто плачу. И это, как бы, было вообще даже странно для меня. Я не ожидала от себя. И даже еще втройне было обидно, что я не делаю этого и плачу, понимаете? Последняя прочитанная книга. Павленко. Петр Первый. Коя из серии «Жизнь замечательных людей». Книга, которую читаешь сейчас. Это... Да. Голодные игры. И причем эту книгу мне подарил брат. Но первую часть я не читала. Это вторая. Адекватная ситуация, правда? Последний сериал, который ты посмотрела. Это «Грэвити Фоллс». Последний человек, с которым ты говорила. Моя мама, которая уехала по делам. Отношения с человеком, с которым ты переписывалась в последний раз. Переписывалась с Наташей. Ну, мы просто друзья. Любимая еда. Пожалуй, моя любимая еда – это мороженое. И пицца. Место, которое сейчас хочешь посетить. Сейчас я хочу посетить Лондон. Последнее место, где ты была. Последнее место, где я была. Университет. По кому ты сходишь с ума? Я схожу с ума по себе. Да. Иногда это сводит с ума. Когда последний раз целовалась? Поля, будешь целоваться? На каких инструментах играешь? На нервах своих близких. И на своих. Да. Любимая сладость – это шоколад. Последняя спортивная игра. Мы играли в баскетбол. Любимое украшение – пожалуй, что это кольца. Я ношу их очень давно. Мама начала мне их покупать и дарить тоже довольно-таки давно. И она дарила мне как бы из натурального металла. Из серебра, из золота. Вот первое золотое кольцо она мне подарила на 18-летие. Это кольцо передается у нас как бы из поколения в поколение. А также я ношу в бижутерию. Ну и у меня есть как бы определенные любимые украшения. Это вот эти сережки. И вот этот подарок от моего брата. Кольцо всевласти. О, да. Последняя песня, которую ты пела. Это песня Paradise. Любимая пикап-фраза. Я не уверена, что она пикап. Я очень часто говорю, подруга мать моя женщина. Используешь ли ты ее? Конечно. Последний раз, когда ты с кем-то оттягивался. Моей мамой, когда мы ходили на премьерный показ фильма. Мистер Холмс. И последний, 50-й вопрос. Ребята, я ответила на 50 вопросов. Кто должен следующий ответить на эти вопросы? И я передаю эту эстафету Наташе с канала Натал Линд. Ссылка в описании. Напишите, что она должна, должна ответить на эти вопросы, чтобы она не забыла. Да. Это все. Я ответила на 50 вопросов. Сама в шоке. Угу. Спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал. И мы увидимся очень скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok